Всем доброй ночи, кто не спит. После чёрной луны, а точнее луны под названием чёрная лилит, когда луна в ободке чёрном, после этого увидим, появляется огромное количество энергии и сил. И у них, как у наркомана, начинается ломка. Эту силу куда-то нужно деть. Не уходит эта сила с тем, что ты ритуалишь, работаешь, всё равно остаётся в избытке, всё равно внутри всё кипит, бурлит. И постоянно хочется эту силу истратить. Поэтому я в этом месяце провела много прямых эфиров. Потому что сила через край. Даже если ты уставшая, ты не можешь уснуть. Тебе это не даётся. Я выбрала это время не случайно. Время Гекаты Тривии. Трёхликая богиня Геката. И сейчас мы будем говорить о богине Гекате. Кто не успеет, тот послушает. Естественно, в записи. Кроме того, очень удобно иметь обратную связь. Здравствуйте. Имейте обратную связь со своим зрителем. И, кроме всего прочего, удобно говорить на прямом эфире, потому что здесь как бы время не ограничено. Зарядка может сесть, конечно, но у меня специально тут подключение, чтобы надолго хватало. А вот по времени ограничений нет. Можно говорить спокойно, как бы довершить свою мысль, услышать ваши вопросы, ответить. И в конце я предложу вам со мной отправиться в мир Гекаты Тривии. Но это в конце я вам объясню, что это будет происходить с вами. Это шаманские камни, которые мне отправили из Польши. Они очень сильны, потому что они находились у сильного человека. С их помощью я буду делать некоторые вещи, о которых вы потом поймете. И вот перед вами аметист необработанный. Нет, извиняюсь, рауктопаз, еще аметист из-за дегекаты. И вот аметист, который она очень любит. Аметистовые камни, это ее камень. Может, поэтому я с детства очень люблю аметист. Хотя мне и голубые камни подходят, топазы, но аметист какой-то он особенный. Ее камни Шерль, аметист, Марион. Это все камни духов, и они как бы... Вообще кристаллы применяются в ритуалах с гекатой. Но в любом случае это те камни, которые она любит, предпочитает. И поэтому, если у вас есть желание ей подарить, если у вас есть алтарь гекаты, это касается только практиков, потому что гекату лучше как бы дома у себя ставить только практикам, простым людям не рекомендую, потому что она очень опасная богиня, и не каждого воспримет, и не каждого возлюбит. Итак, геката, богиня, матерь колдовства, ядовитых трав, та, которая живет в преисподней, та, которая боится даже боги, и она живет обособленно, как и любая ведьма. Она живет обособленно своей жизнью, в своем мире. Она царица теней, неупокоенных мертвецов. Она ходит с закрытыми глазами, но при этом все видит. Некоторые говорят, что она слепа, но видит внутренним зрением. В руках у нее нож, которым отрезает пупок ребенка рожденного, поскольку она еще и покровитель матери новорожденных детей, это считает, что каждый ребенок при рождении уже проходит посвящение у Гекаты. То есть каждый ребенок уже проходит посвящение у нее и через ее руки проходит. Она отрезает линию, соединяющую с матерью и отпускает человека в жизнь. она любит колдовские атрибуты, любит быть в окружении колдовской атмосферы. Перед вами находится копия статуи, которая находилась в Афинах в ее храме. Это копия статуи Гекаты из слоновой кости, которая была там. Вот. И собственно говоря, вот можете судить по чертам ее, строгим чертам лица. Вместо голоса у нее вой. Она воет. Она покровительствует собакам, волкам, бродячьим собакам. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, что ночью просто собаки бродячие срываются с места и бегут к перекрестку, хотя там никого нет. Это Геката проходит со своей свитой. Почему перекрестки, где оставляли откуп ее стражникам, стали одной частью магии? Еще задолго до того, как перекресток был назван местом жительства чертей, бесов и прочей нечисти. Еще до христианской традиции чернокнижья на перекрестках царила Геката. Ее так и называют царица перекрестков, мать ночных кошмаров, неупокоенных мертвецов. Это ее свита, с которой она ходит и как бы обходит тазором своей территории. Она находится везде и всюду. Неважно в какой стране вы находитесь, где вы есть, вы можете с ней связаться, вы можете ее попросить, вы можете усилить свою связь с ней. Это касается практиков. Привет, Ян. Геката пришла из страны Фракия, то есть от фракийцев она пришла к грекам и осталась у них. обособленная закрытая богиня Геката, которая очень редко поднимается на Олимп, которую очень редко кто видел, говорят, что она неземной красоты, но она очень жестокая, нелюдимая, спокойная, ей не присущи совершенно любовь, страсть, сумасшествие. Она подчиняет себе, но она никогда не подчинится мужчине, поэтому для нее та же самая Афродита и как бы богиня любви, красоты для нее совершенно непонятные сущности и существа, и она не считает их серьезными богинями, обзывая их легкомысленными и прочее. Ближе всего к ней Афина, потому что она мудра и точно так же не гонится за мужчинами, ей точно так же непонятна страсть и любовь. Диана, которая хранит по разным данным девственность, но все-таки она родила одну дочь, позволив на время Люциферу стать своим супругом и снова отошла от него. она выходит в сопровождении черных псов, женщина с восточными чертами лица, волосы темные, как уголь, самая любимая ее дочь колдунья Мидея, которую она учила всему и которая в конце напрягая как бы извиняюсь, запуталась, да, драконов. Колесница драконов поднялась к ней, когда заколола своих детей для того, чтобы отомстить своему мужу Ясону за предательство. Далее. Геката что вообще за направление, которое в магии отвечает за поклонение и покровительство Гекаты. Вообще она любитель и знахарства, и магических атрибутов, и древних заговоров. Через Гекату усиливается ясновидение у ведьм. Через Гекату получается благословение для дел. Геката охраняет и защищает весь род ведьмы, если она ей верно служит. Поэтому культ Гекату настолько популярен, что этот культ был известен не только в Греции, но, например, и на Кавказе, когда проходили в этих лесных, я рассказывала, что говорили старших, что в лесных перекрестках, где трава практически не растет, это называли тропинками черной госпожи или госпожи матери. Она и есть Геката, которая проходит там со своей свитой. некоторые утверждают, что они ее встречали, что она посмотрела на них и что они в страхе просто окаменели, но она ничего не сделала, отвернулась и исчезла в ночной тьме со своими псами или волками. Насколько это достоверно, не можем сказать, хотя люди, которые это рассказывали, скажем так, сельские жители, обычные деревенские жители, которые не могли знать литературный образ Гекаты, но они описывали именно тот самый образ, который мы встречаем в мифологии греческой. Это наводит на мысль, что она все-таки присутствовала, что они ее видели. Итак, друзья мои, кто у нас есть в форуме? Хорошо, что немного народу, я не особо устану, но я хочу провести сегодня с вами определенный эксперимент. Я сейчас включу прямой эфир с другого телефона, чтобы наблюдать за форумом, потому что здесь не всегда открывается форум, иногда вопрос виснет, а я не вижу. И давайте проведем определенный эксперимент. Вода, которая обладает памятью, поэтому я ее взяла. добрый, добрый. Пока что люди собираются, видимо, еще не поняли или не знают о прямом эфире. эфире. Итак, определенный эксперимент для того, чтобы вы почувствовали всю силу, мощь этого божества и не баловались тем, что некоторые люди просто у себя дома ставят ее статую ради красоты, не думая о том, чем они рискуют и чем это может в итоге закончиться. Давайте. Итак, ну, если кто-то заметил, со стороны что-то улетело, ну, это ладно. Это нормально в нашем случае. Рассказывать о ней можно бесконечно, но лучше сделать кое-что и вы сами почувствуете эту силу мощь кикаты и поймете, что это на самом деле вполне серьезная вещь и те, которые собираются баловаться магией, может быть, остановятся. Может быть, если у них мозги включится, конечно. Так, кто хочет на эксперимент, поднимаем руки товарищи. Я пока прочитаю ей, а вы подумайте. нет, вы не пойдете, вы слишком легкомысленно, у вас в голове ветер. Мне нужен более серьезный человек, который будет передавать все свои ощущения. так, Анна, хорошо. Вам придется сейчас, Анна, пойти на кухню, набрать стакан воды, потому что я хочу с вами сделать эксперимент. вы готовы отключиться с этого мира и через водную память отправиться в мир духов? ну, верну я вас, конечно, оттуда, но это небезопасно. Так что подумайте. Хорошо, возьмите воду, как возьмете, подойдете, мне скажете. Просто вода из-под крана. С тобой тоже проведу я. Я после Ани проведу с тобой. Я вечно тебя не беру в счет, чтобы потом не говорить, что вот мы-то знаем, Яна-то все равно. Я все-таки хочу, чтобы ты почувствовала. Плевать, кто что скажет, они и так скажут. Если хотят, они и так будут тявкать, даже если этого не будет. Распускайте волосы, когда сядете. Нет, стакан воды просто поставьте на стол. и так сделайте так, чтобы прямой эфир перед вами нет, не говорит так, Яна. Чтобы перед вами прямой эфир проходил, но чтобы вы телефон не держали, вам нужно, чтобы руки были свободны. вы пока наблюдать, а я читаю ей. Матерь черной луны Матерь черной луны, ведьма среди богини, богиня всех ведьм, Матерь колдовства, источник нашей силы, страшноликая могущественная повелительница, сегодня я возношу тебе хвалу, сегодня я славлю тебя и говорю, авэ, 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 геката тривия, провечно на своем черном троне, пусть люди в домах, мертвые в преисподней, волки в лесах, звери в логове своем скажут, авэ, 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 геката тривия, ведьма среди богини, богини среди ведьм, ведьма среди богини, богини среди ведьм, я сегодня соединяю все голоса воедино, да не сякни дар твоей мудрости для смертных, я, одна из твоей свиты, целую подол твоего платья, кричу на всех перекрестках, авэ, авэ, геката тривия, слався в веках, богини трехликая, геката матерь, да будет так. Все помнят, как Ринель произносил, да, этот ритуал, он, между прочим, очень красиво эти все ритуалы проводил и показывал, жаль, что он, конечно, тебя, повел себя так глупо, глупо, ну да ладно, реально глупо и тупо, повел этот человек себя, никогда не говорила про него плохого и не собираюсь говорить, и никогда не говорила, но повел он себя, конечно, очень непорядочно, ну ладно, забыли об этом, но весьма красиво снимал ролики про гекату, если помните, да, да, очень красиво снимал и очень было приятно, да, геката только для знающих практиков, Светлана, если не хочешь, потом расплачивается, она, она очень мстительная богиня, я тоже не хочу, Яна, я тоже не хочу, вспоминать, я вообще подлых людей вспоминать не люблю, не, я просто, не то, что вспоминать, я просто не понимаю, как могут люди вообще без причины так подло себя вести, вообще без причины, после уважительного отношения и так далее, так мерзко себя вести, может быть, просто людям кажется, что они отойдут от меня и прославятся, и они будут самостоятельны, и у них будет все хорошо, плевать на них, да, достойны, они этого, каждый находит себе подобных, пускай, барахтаются в дерьме, снимают ролики, обзывают друг друга, разборки устраивают, это их жизнь, им колдовство и развитие не было нужно, им нужен был базарный люд и прочее, прочее, ну, туда и пошли, ладно, хрен с ними, так, Аня, готова, дай знать, потому что я хочу сейчас по очереди шаманские камни, которые мне из Польши прислали, отлично, теперь сделайте следующее, распускайте волосы, Аня, распустите волосы, да, это же из Польши шаманские камни, не видишь, они какие изношенные, они старые такие, я потом тебе сфоткаю и покажу, вот, они использованные, это не новые камни, вот, так, садись, освободи ноги от тапок, поставь стакан вот так посередине, вот так поставь, да, как орехи, похоже, на орехи, похоже, круглые, такие, интересные, от них идет огромная сила, потому что это, скорее всего, мужчина, носил в руках, потому что мужская энергия, таких мужеподобных женщин не знаешь, с такой уж прям жесткой мужской энергией, ну да ладно, и так, все, Аня, теперь закрой глаза, расслабь руки, и просто лицом, как бы, вот к этому стакану не подходи, просто садись, закрой глаза, руки расслабь, и все, и все, в денежной магии многое что применяется, но это не каштаны, это не орехи, это камни, но у меня алтари интересные просто всегда, все, закрой глаза, расслабься, не обращай внимания, что я буду говорить, откроешь, когда я тебе скажу, и напишешь о своих впечатлениях, для них, я взываю к тебе, к душе твоей, Анна, Поднимайся, поднимайся Всем нутром Все силы к тебе призываю Сущность твою Твою душу, твой фантом Забираю По черному тоннелю отправляю В черные горы На горах черных Черным цветом написано Кровью написано Сказано, древнее слово Там таится Древнее знание Под семью замками Сокрыто, сокрыто Открою, пойди Это будет так Сейчас будет тебя шатать Но глаза не открывай Будет жутко шатать Потом бросит в дрожь А потом ты просто опишешь То, что почувствовал Марина, сейчас и с тобой проведут Но только по очереди Открывается небо Ведьма имеет доступ К каждому фантому К каждой душе Именно поэтому любая ведьма Может сотворить с вами все, что хочет На расстоянии Хорошее и плохое Учтите Вот из-за этого может она сотворить Кручу, верчу, кручу Снова, снова Призываю душу твою Открываю душу твою Черная пара в черный камень Откроется Вещь раскроется Раскроется Утаскиваю я душу С тела твоего Собираю Себе подчиняю Что скажу, то увидишь Что скажу, то сделаешь Что будет так Куда ты денешься От моего слова Куда ты денешься От моего слова Куда ты денешься От моего слова Черный город Черном камне Вести на черное лово Черный лев Оставайся Слава чувствуешь Открывайся Через твой Черный тоннель Я твою душу собираю Мир духов тебе покажу Мир духов Темных Да светлых Посмотри Узрей Передаю Тебе На несколько Минут Все Увидения Твоего Сейчас, Аня Ты увидишь то, что я вижу Обычно Вот то, что я вижу Ты на несколько секунд Это увидишь А потом просто напишешь Народу, что ты видишь И прочее Прочее Здороваться со всеми не могу Потому что отвлечься нельзя Через водную гладь Через поле Просторы Я веду твою душу Прямым путем Я веду твою душу Прямым путем Сейчас мне уши заложила Значит и тебе тоже Закладывает Я кручу Верчу Через Временные Обрезки Через воду Через море Через океан Через небесную воду Через черную Подземную воду Клянусь Водами реки Стикс Что протекает Между миром Мертвых И живых Я призываю Твою душу Сюда Приди Приди Вернись Обратно На место Садись Оживись Да будет так Открой глаза Анюта А теперь нам Пиши Что ты почувствовала А мы с интересом Почитаем Жаль что здесь Звукового нету Можно было бы Включить Просто и так Общаться Но к сожалению Пока еще До этого Прогресс не дошел Это нужно на скайпе Там собирать Народ А я это не люблю И не считаю правильным Итак Начнем Сейчас Аня Очухается И опишет Все что увидела Почувствовала Все что было Отчувствовала Она наверняка Извините Мне не интересно Кто когда родился Я сейчас Совсем о другом Веду эфир В ночь кекаты Родилась я Интересное впечатление Сначала чувствовала Что пространство Вокруг меня изменилось Стало густым Как вода И двигалась Далее Ну очухивается А что вы хотели После этого Только очухивается Надо По другому никак Потом увидела Берег реки Сумерки Далее Потом опишешь Внизу Аня Нам интересно Будет читать Ну готовься Марина Ты тоже Скоро увидишь Ну Немножко Другую картину Но примерно Тоже самое Несколько Деревьев Далее Вот Опять пропадает Чат Подождите секунду Ну я думаю Что Аня Напишет Потом внизу Ей Не тяжело Это напишет Ради интереса Че тут Ну Рядом кто-то был Это был не человек Просто что-то присутствие Хорошо Аня Что ты чувствовала Ощущение Какое Страх был Страх был Трясучка была Вот Страха нет Так что Можете быть Спокойны После нашей смерти Именно вот эта сцена И будет Которую увидела Аня Не будет Никакого страха Будет ощущение Легкости Спокойствия Абсолютное Когда вернулась Было приятно Вернуться Или не хотелось Я помню Когда я умирала Меня откачали Я не хотела Мне было очень неприятно Что меня вернули Потому что Такая была Легкость И спокойствие Я совершенно Не хотела вернуться И была очень Недовольна Между прочим Это говорят Многие люди Что очень Не хотели вернуться Им было так хорошо Потом прошло Хорошо Так Где у нас Яна Я хочу вам сказать Что подобные переходы Они Бесследно не уходят Они с собой Забирают Определенный Страх Так Набери чашку воды Поставь И жди Яна Они Забирают Определенный Страх Они забирают Определенный Внутренний Дискомфорт Тяжесть Тяжесть Уже есть Хорошо Поставь Сейчас я Доскажу И начну То есть Они забирают Определенный Дискомфорт Тяжесть И прочее И прочее И человеку Становится легче Вот так происходит Собственно Чистка человека Когда ты С него Забираешь Любой Из вас С которым Я работала Может это Подтвердить Что они Это чувствовали В какой день Я сказала Что я буду Их чистить Они все Это чувствовали Ощущали И это действительно Так и есть Понимаете Потому что Ведьма Может проникнуть В вашу жизнь Через водное Пространство Потому что Вода Она Обладает Определенной Энергией Силой Памятью И она Открывает Все что рядом С нами Это все Двери в порталы Через любой Вот Через огонь Мы читаем Да На огонь Мы читаем И получаем Желаемое Мы как бы Призываем Что-то Огонь Это портал Который притягивает Открывает дорогу К тому Что мы хотим Получить И мы получаем Значит Вода Зеркала Воздух Ветер Это все порталы Дорогие друзья Которые открывают Нам Дорогу К желаемому Итак Яна Теперь Садись Распусти Волосы Да Это и было то Что увидишь ты Когда Тебя не станет Когда придет Твое время Вот будет Такое спокойствие Не будет Никакого страха Ты просто Увидишь себя На берегу Реки Стикс Не 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 Я сейчас Пока Яну Посмотрю А потом Марину Я настроилась Уже на ее Энергию Поэтому Я буду Ее смотреть Так Яна Закрой глаза Садись Расслабь руки Если у тебя На волосах Заколка Сними Тапки Сними Ноги Должны быть Свободны Руки Опусти Или положи На колени И закрой глаза Итак Начнем Яна Я призываю Твою душу Постранство Расшивься Откройся Портал Откройся Портал Покажись Я Финаль Кажись Я Финаль Что Скажешь Со мной Что Закружено Все Сбудит Все Сбудит Все Получит Сбудит Яну я наверное Перенесу В черные горы Сейчас Перед твоими Глазами Откроется Некая Картина Темнота Темно Очень темно Холодно А зно По спине Пальцы Дрожат Такое Ощущение Что вокруг Тебя Бездна И ветер В лицо Подует Озноб Внутренний Страх А теперь Успокойся Погружайся Вот в эту Жижу Будет Ощущение Что Как в аквариуме Ты начнешь Постепенно В это Погружаться Тебе Захочется Уснуть Тяжесть В голове Озноб Проходит Становится Легче Страх Ушел Теперь Посмотри И увидишь Очень много Интересного Быть Такое Чувство Что тебя Поднимают Пространство Расширяется И ты Как расплылась По комнате Хотя Ты сидишь На месте Через водное Пространство В потусторонние Миры Я открываю Портал Открываю Портал Взываю Твою душу Сюда Я Взываю Сюда И показываю Тебя Миры Темные Сокрытые Сокрытые Тайны Темные Сокрытые Сокрытые Тайны Куда Никто Не проник Никто Никто Не видел Я Тебя Покажу Одно И смертно Покружайся Сейчас Тебя Затошнит Но Это Пройдет На секунду В мир Темнартов В мир Сионар И Я Тебя Отправляю Я Тебя Вернись Душа Возвращайся На место Ощущение Будет Что прошло Не несколько Минут А целую Вечность Вернись Душа Глаза Открывайтесь Приди 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 К жизни Откройся Все Вот Вот именно Что Потом Придется Очень много Жертвовать Ну Яна Очухай Выся И К нам Яна Она Очень честный Человек И она Обязательно Скажет Даже Если Она Ничего Не Чувствовала Она Об этом Скажет Я Знаю Поэтому Можете Спокойно Относиться Это не тот Случай Когда Человек Как бы Занимает Позицию Да Мою сторону И она Скажет Лишь бы Понравиться Сто процентов Нет Это не так И даже Если она Не почувствует И такое Может быть Но это Очень редких Случаях В любом Случае Мы Ждем Ее Ответа Сейчас Она Нам Напишет Ради Интереса Стоит сил Но дело в том Что я как раз Для этого И провожу Эти эфиры Чтобы эти силы Куда-то Израсходовать Марина У меня После черной луны Такая ломка Как у наркоманов Мне нужно Это куда-то деть Оно меня Жрет изнутри Поэтому Некоторые Когда говорят Я просто Магией занималась Для себя Мне сразу Хочется Дать им В морду Потому что Это вранье Потому что Магии Для себя Не бывает Не бывает Она тебя Сожрет Изнутри Мне казалось Что я Лбом Лягу На стол Закрыла Глаза Закрывает Они видят Темноту Потом Начала Двигаться Как гуща Гуща Потому что Я перемешивала Воду Все видели Дальше Яна Слушаемся Я же сказала Она честный Человек Она скажет То что Было Сейчас Поставлю Капает Множество Черных Свечей Когда Свечи Капает Черные Капли Фото Как Заволокли Так Правильно Фигура Потому что Кто-то Тебя Должен Сопровождать В этот Мир Духов Иначе Там Потеряешься И не Вернешься Да Силуэт Скорее Всего Он тебе Не покажется Ты его И не увидишь Это нереально Чтоб ты Видела Эту фигуру Открыть Глаза Вот Ну хотя бы Ты почувствовала Потусторонний мир Ты поняла Что воздействие На мозг Да Существует Что гипноз Это не пустое Слово И вообще Между прочим Гипноз Означает То есть В честь Гипноза Бога сна Названо То есть Сновидений И Всяких Там Потусторонних Миров Нет 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 Даже Самые Тугие Люди Здесь Был Мужчина Который С женой Приехал И начал Достал Он Меня Здесь Я говорю Молодой Человек Закройте Глаза Он закрыл Глаза Его Зашатал Он чуть Не упал После этого Он заткнулся Была Семья Когда Мальчик Меня Передразнивал Мальчик 25 лет Вел себя Очень Невоспитанно И когда Мне это Уже Достало Допекло Я Вы За свое Такое Поведение Очень Сильно Ответите Когда Они Поехали Домой Они Мне Звонили Просили Умоляли Что-то Сделать Чтобы У сына Это Пропало Он Начал Видеть Потусторонний Мир За ними Гнали За их Машиной Так Что Это Не Шутки Товарищи Так Марина Я Эксперимент Ставлю С тобой Вода Как-то В мультике Да Земля Моя Твоя Вода Есть Воду Поставила Возьми Воду Распусти Волосы Освободи Ноги То есть Снимай Тапки И Когда Будешь Готова Дай Знать Есть Очень Хорошо Вот Так Поставив Посередине Значит С тобой Немножко По-другому Сделаем Конечно Можно Смотреть Светлана Я же Обычным Людям Делаю Пока Что Смотреть Можно Я имею Ввиду Что Нельзя Держать Гекату Простым Людям Сейчас Начнем Марина Посиди Две Минуты Я Ставлю Такие Эксперименты С теми С кем Считаю Нужно Это Делать Пока Что Поэтому Давайте Пока Закончим Начатое Итак Я думаю Что все Поняли Что Это Из Моей Книги Обращение К Кате Это На Всякий Случай Привет Наталья Итак Марина Начали Садись Расслабь Руки Распусти Волосы Или Можешь Руки Положить На Ноги И Все Теперь Смотри Сначала Я читаю Пока Буду Читать Будет Ощущение Что Тебя Просто Укачивает И Прямо Поднимает Куда Хотя Ты Сидишь На Месте А Потом Иные Ощущения О которых Ты Нам Расскажешь Сейчас Я не буду Говорить Что Ты Увидишь Как Ты Увидишь В твоем Случае Немножко По Другому Начали У Матерь Черной Луны Ведьма Среди Богинь И Богиня Всех Ведьм Вот Он Активизировал Свеча Матерь Это будет так. Душа, Марина, раскруйся, откройся через порталы. Выйди из тела, выйди. Поднимайся вверх. Иди вперед по черному коридору. Я тебя направляю вперед через черный коридор, через змейную тропу. Это будет так. Марина, ты скоро ощутишь себя каким-то неведомым зверем, который идет по тропе, видит что-то, не разбирается, что там. Но ты идешь, идешь по незнакомой тропе. Вокруг тебя темные башни, старинные развалины, уханье совы. Я сейчас влезаю в твой мозг, в твою голову, твоими глазами вижу то, что ты видишь. Красный цвет. Большая красная точка двигается. Обжигает руки. Голова стала тяжелой. Пальцы онемели. Вот сейчас он будет подходить к тебе, проникать в тебя. Сначала станет жутко страшно. Вся кожа онемеет от страха. Потом это начнет проходить. Такое будет чувство, что тебя тянут за уши и толкают вперед. Резкий холод в лицо. Возвращайся в свое тело. Вернись. Верни свое тело. Верни свое тело и открой глаза. Здравствуйте, Хабзат. Открой глаза, Марина. И напиши нам, что происходит. Ты можешь видеть, Яна. Если уж я на тебя смогла воздействовать, а на людей творческих воздействовать очень тяжело. Хотя говорят, что творческие люди более мнительные и все такое, неправда. Они очень сильные. Они настолько свою фантазию, все свои знания, таланты тратят, что уже когда подходит момент такой, их очень тяжело раскачать. Их очень тяжело пробить и что-то показать. И если я смогла тебя пробить и показать, значит, я сильная ведьма. Да ты ведьма! Давай. Посмотрим, что Марина увидела. Марина долго будет приходить в себя, потому что пальцы онемели. И сейчас она напишет, что она увидела. Да-да-да. Момент возврата. Ну, опиши потихонечку. Да, Левы может спать. Ты знаешь, как несколько раз резко вот так вот стряхни, как пыль. И это состояние уйдет. Начнет проходить. Да я шучу, Наталья, шучу. Я ко всему отношусь очень спокойно, уравновешенно. Я такая, какая есть. Я не люблю лицемеров. Я не люблю людей, которые при людях себя показывают. Утипуть такие культурные, мультурные, а жаргон и разговор у них просто бляцки. Как будто с улицы их собрали, каких-то подворотней. Понимаете? Не люблю я лицемерных, грязных, конченных личностей. Я люблю, когда человек такой, какой есть. Во всех отношениях честен и открыт. Просто есть такие, знаешь, существа, которые при всех... Ой, вы мои хорошие и прекрасные. А потом там в частном разговоре... Тьфу, как зечки. Кожа покрылась... Кожа пупырышки холодно. Да холод тебе было сказано. Не, я не собираюсь это делать, Наталья. Зачем? Человек какой есть, такой есть изначально. Понимаешь, ты не можешь всю жизнь в маске ходить. В маске глупо ходить всю свою жизнь. Так, начнем. Да, точно. Какие-то скалы, глаза, рыси, что ли. Но вот ты в этой шкуре и была. Факел. Ну, таки-ка-то же факел. Красный цвет, да? Я же убедила. В твоей голове этот красный свет. Значит, это был факел. Хорошо, Марина. Когда придешь в себя, ты нам скажешь. Как ни странно, выпей холодной воды. Но не ту воду, которая перед вами. Это вылейте, это не пейте. Потому что туда очень много пришло потустороннего. Это не нужно. Это заряжено очень сильно отрицательной энергетикой потустороннего мира. Это вылейте. Так, Натали, будем с тобой работать? Иди сюда, иди сюда. Иди, я тебя сейчас буду направлять в мир потусторонний. Хочу, чтобы ты почувствовала. Хоть ты и боишься, а ты не бойся. У тебя рядом будет два хороших парня без лица в капюшоне. И они с тобой пойдут туда. Ты, ты, ты. Возьми воду и садись. Тебе станет легче. Твой страх поехать по делам, да, мы с тобой знаем куда, абсолютно отпадет. Абсолютно. Потому что ты увидишь, насколько ты защищена. И ты просто увидишь их на секунду. Подойдет. В чашке, в любой чашке. Приноси воду и поставь. Мы сегодня через воду будем делать. Нет, не нужен свет. Надо сесть в темноте. Желательно. Желательно, конечно. Можно, если боишься сильно, можно и свет. Но свет будет мешать. Боись. Видишь, свеча агрессивно реагирует. А че ты потухла, не пойму я. А тебе видеть не надо. Тебе надо поставить. Ну, что со свечой происходит? Я не могу понять. Нет, с тобой нет. Тони Кей. Тони Кей. Может такое быть, потому что мы все до того, как рождаемся в этом мире, в том мире, все эти души мы знаем. Они нам знакомы. Вы берете только тех, кого вы знаете давно, что за тупость. Вот очередная херня было сказано. Нет, я не взяла только тех, кого я знаю давно. Я по очереди, кому обещала, постепенно с них и взяла. Не особо-то исключение, скажем так. Пока я еще не всех взяла, кого знаю давно. Не надо глупости говорить. Дорогой народ, вы должны понять, что когда я что-то говорю, мне нужно подготовить, чтобы с этим человеком этот эксперимент провести. Человек должен подготовиться. Я должна ему это провести, потом посмотреть, что у него, как происходит, почитать, потом выбрать еще кого-нибудь. Вы же понимаете, что это не со скоростью света. Я должна тут же быстренько набрать вот тебя, вот тебя и штабелями просто положить. Но если вы новая, тогда не несите ерунду, потому что вы этим затрагиваете не очень приятные вещи. Что значит, вот кого знаете. Я уже провела, я не знаю, тысячи этих экспериментов. Я что, всех знаю? Там сотни людей участвовали. Да, все, моя родня здесь сидит. Все. А ты сфотографируй, потом как-нибудь скинешь. Все, Натали, начали с тобой. Расслабься. Освободи волосы. Они должны быть свободны. Расслабь руки, положи на колени. Ноги без тапок. Сними тапки. И закрой глаза. Просто закрой глаза и слушай мой голос. У тебя сейчас возле солнечного сплетения начнется такая тяжесть, как будто давит. и уходит вниз. Ничего не пиши. Ты просто закрытыми глазами меня слушай. Скажешь потом, когда очухаешься, пройдешь в себя. Ты сейчас будешь видеть перед собой камни. Огромные серые глыбы. Смотри, Натали. Ты стоишь на скале. Я через твою голову это вижу. Ты стоишь на скале. Внизу серая река. Крым махает. Холод. Такой холод в лицо отбьет. И дождь мелкий. Вниз посмотри. Смотри вниз. Не бойся. Погружайся вниз. Посмотри бездна, какая черная. Внизу. Это твои страхи. Огромные глыбы. Огромные камни. И река. Горная река. Она агрессивно громыхает, бьет о скалы и идет. Протекает дальше. Тебе стало холодно. Ты стоишь в длинном плаще. Ветер просто у тебя плащ отрывает. Расправь руки над этой скалой. Расправь руки. Не бойся. А теперь лети над этой бездной. Лети и не бойся. Ты не упадешь. Такое будет ощущение, что снизу тебя огромный поток ветра. Поддерживает и такая легкость. Легкость. Ужасающая такая легкость, если можно так сказать. Жуткая легкость. Жуткая легкость. Ты ничего не чувствуешь. Онемело все тело. Руки. Руки. Попробуй поднять руку. Не сможешь. Но ты летаешь над этой огромной скалой. Река внизу крымыхает. Пролети над этой скалой. Задыхаешься. Задыхаешься. Перед собой видишь черную тень. Не бойся. Он тебя не тронет. Будет рядом с тобой. Спускайся обратно на эти скалы. Посмотри вниз в бездну. Она уже посветлее стала. Уже не такая страшная. Река стала более медленно течь. Тучи открылись. Дыши. Глубоко дыши. Руками пошевели. И постепенно вернись, вернись, вернись в свое тело. Подыши один раз. Открой глаза. И вот когда ты придешь в себя, напишешь, что ты чувствовала из всего того, что я тебе сказала. Ты могла это ощутить. Ты могла это видеть. Ты могла видеть еще что-то. И все это очень важно и интересно прочитать. Не спеши пока приди в себя, потому что у тебя все тело онемело, и ты дрожишь. Я знаю. И ноги как стопудовые, и голова тяжелая. Но сейчас постепенно придешь в себя. Это не страшно. Но, Марина, пока человек не испытывает, он думает, что здесь, ну, что-то там может быть и почувствую, а может нет. Но когда он в это погружается, он понимает, что его душа в потустороннем мире, и его единственная надежда оттуда вернуться, это я. И я его, когда возвращаю, ему становится легче. Он понимает, что он там не останется. Его страх жуткий проходит. Да-да-да. А ты думала, почему же на бак с ума сходит? Потому что я ведьма. Вот я ей кручу, верчу, как хочу. Эта дура служит моей славе всеми способами. Ну, пускай, пускай служит. Татьяна, я вам проведу. Наберите воды, подойдите. Да-да-да, подойдите и... Хабзат, а если вот хорошо подумать, скажите мне, пожалуйста, если бы не было столько грязи, говна, если бы столько всего подлости не сделали, если бы столько раз не сливали мои каналы, не воссоздавали, если бы столько шумиха не подняли, разве столько людей обо мне бы узнали? Нет. Поэтому даже таким образом силы заставляют им служить мне, ну, собственно, их славе. Сейчас, секунду, Татьяна, пока прочитаем. Ну что, Наталья, пришла в себя? Сейчас отпустит. Не переживайте, Марина, окутаетесь. Просто у вас вся жизненная сила вышла и обратно зашла. Это знаете, как хорошо? Это как холодный душ. Вам потом, знаете, как легче станет? Вот это как... Как вам объяснить? Это как снять душу, да, почистить и засунуть обратно. Это одно и то же. Вы вышли, все ваши страхи улетучили, все внутренние эти подсознательные ужасы и память о прошлом, обиды. Они все ушли, и душа обновленная обратно зашла. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну вот, видите. Поэтому я говорю, когда они думают, что они мне делают зло, они бы сделали мне зло, знаете, когда? Если бы они лучше меня провели ритуал, интереснее меня беседы вели, если бы их прямые эфиры были просто такими, как и у меня, да? Вот тогда бы они мне сделали зло, потому что они бы доказали, что я не одна такая сильная. А то, что они там пишут, Инга дура, Инга тупая, Инга идиотка, Инга такая-сякая, эти мне не делают зло, этим показывают, что они идиоты просто натуральные, у которых других аргументов нет. Вот и все. Но при всем этом человек, который попадает на их канал, думает, а что это за Инга такая, дай посмотрю, смотрит и остается здесь. Да, вот и, собственно, было ощущение темноты, скованности, летала с удовольствием в холодном, мокром плаще, капюшоне, далее. Да что с этим долбаным? Сейчас. Капюшоне. Сейчас я прочитаю. Потряхивать сейчас стало, как после стресса, как вот речка, стадо, спокойно синие реки, стало спокойно синие рекой, сквозь серые мрачные ливеные тучи риска, солнце яркое, чистое. Вот я тебе сказала, что ты свои страхи, солнце мое, оставишь там. Вот ты там и оставила. Так, у нас Татьяна, да, по-моему, была. Давайте посмотрим. Да, да, Яна, я увидела твое фото со снимком. Я покажу, если ты не против. Как Яна проводила эксперимент. Вот. Видите? Чашка с водой. Собственно говоря, через воду. Вода это проводник, портал, понимаете? Через воду оно. Вот, кстати, вот свечи точно такие же, как у меня, отличные. Потому что это зависит, как, Ольга, а почему? Это зависит от человека, от его подсознания, что у него внутри подсознания. Если много страхов, ему может быть страшно там, неопределенность, понимаете? А теперь, да, тебе станет легче, Натали, тебе станет так легко, потому что ты увидела потусторонний мир, и ты поняла очень многое того, из чего, ну, сделаешь выводы, да, для дальнейшей жизни. Вот эти свечи, видите, какие они аккуратные, они горят спокойно и растворяются, то есть, собственно, почти их нету. А есть такие свечи, прямо взрываются, ёпо-расоты, аж пол стола брызгают, и стены в том числе. Вот такие же свечи, да. Так, дорогие друзья, Татьяна, которая хотела на эксперимент, где она у нас, подойдите, мы вас ждём. Татьяна Попова, очень хорошо. Как будете готовы, дайте знать, вы готовы, очень хорошо. Всё, напишите ещё один раз. Нет, не опоздала, Валентина, всё нормально. Я всё успеваю, Максим, я Юлий Цезарь, я и тебе пишу, и там пишу, и тут делаю. Всё. Итак, Таня, расслабились. Расслабились. Так. Привет, Таня, я как раз... Вот, это у нас Аня делала эксперимент с водой. Видите, мне отправляют... Вот, эту воду, девочки, выливайте. Эту воду сохранять нельзя. Потому что это немножко отравленная вода. Так. Ну, что такое за перегрев телефона? Вы представляете, телефон перегревается. Это вообще уму непостижимо. Выливайте. Так, дорогие друзья. Подождите, пока с водой ничего не делайте. Одну секунду. Я сейчас отключу всё-таки эту зарядку. Если вдруг отключится, ничего страшного. Я возобновлю. По новой я включу. Перегревается телефон из-за вот всех этих экспериментов. Сейчас легче станет. Отойдёт. Вышло? Хорошо. Нет, эта вода не получается как в складбище. Просто эта вода пронизана вашими чувствами, страхами, которые вышли из вас. Поэтому она не нужна. Начали. Всё. Так. Показываю воду, которую у нас Натали подготовила. Вот. Это вода Натали. Мне присылают по очереди. Выкидывайте. То есть выливайте, не выкидывайте. Чашка вам ещё будет нужна. Да, сейчас нормализует, я надеюсь, телефон. Но если выключится, не страшно. Я говорю, я ещё раз включу. Перегрев из-за вот этих экспериментов. Всё, Таня, садитесь. Закройте глаза. Расслабьте руки. Без тапочек. Значит, положите руки на колени. Закрывайте глаза и просто слушайте. Пока я вам не скажу, глаза не открываем. Да и вы и не откроете. Качать будет, девочки, потому что вам очистили, обновили душу, как при перезагрузке компьютера. Так что будет качать. Пока не смотрю, Вера. Я пока эксперимент провожу. Подождите секунду. Так. Татьяна. Сейчас вы будете слышать мой голос, как через овраг. Эхом. Расслабьтесь. Глаза тяжелели. Внутри всё трясёт. Руки холодные стали. Вас кто-то как вырвал изнутри и забрал в такой тёмный коридор. Жутко летите. Как будто стремительно идёте вперёд. Тело стало невесомым. В голове ужасный шум, 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 шум. Шумит, как в самолёте. Тени, видите, тени вокруг себя. Посмотрите вниз. Внизу люди. Они очень маленькие, как муравьи. Тёмные тени плывут. А вы продвигаетесь вперёд. Сейчас я вам открою некое видение. Вы увидите то, что вижу я. А я буду смотреть сквозь вас. Шипение такое. Как ветер в голове. Утихает, 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 утихает. Медленно утихает. Такое ощущение, что вы оглохли. Ничего не слышите. Тихо, абсолютно тихо. Вы в каком-то прострации. Прямо висите между воздухом и землёй. Стоите. Абсолютная тишина. Все источники слуха закрыты для вас. Вы ничего не слышите. Перед вами что-то белое двигается на вас. Белое, белое. А теперь внимательно посмотрите в лицо. Вы увидите женщину. Она вам знакома. Её сейчас нет в живых. Она вам что-то показывает. Притягивает руку. Так, Таня. Вернитесь обратно в тело. И откройте глаза. Вам там быть нельзя. Потому что вас заберут. Откройте глаза. Будет озно. Будет трясти. Откройте глаза. И напишите, что вы увидели. Я просто увидела такую опасную ситуацию. Когда вас могли просто забрать. Вам могло стать плохо. И сердцем. Тем более, что вы сердечник. Поэтому. Просыпайтесь. Откройте глаза. Вас шатает. Как будто. Пьяное состояние. Хочется спать. Закрываются глаза. Но вы откройте. Поспите потом. Как придете в себя. Напишите. Что и как вы себя чувствуете. Может отяжелеть голова. И у тех людей, которые здесь сидят. Просто слушают. Это не обязательно в этом эксперименте участвовать. Между прочим. Я хочу сказать. Что даже те, которые просто здесь сидят и слушают. Их может зашатать. И может стать плохо. Это учтите. Я надеюсь, у Татьяны все хорошо. Голова стала тяжелой. Что вы видели, Таня? Видели ли вообще? Да, бывает. Раз в году мне тоже хочется покурить. Вот такой интересный момент. Раз в году меня тянет курить. Один раз. Да, да. Максим, не обращай внимания. Они душевно больные. Что еще вообще? Ну, конечно, ты сейчас пошевелишь. Я просто это чувствую. Я не то, что говорю, как надо. Я просто чувствую то, что ты ощущаешь. Я это вижу и говорю, Наталья. Итак, слушаем вас, Татьяна. Итак, кто была все-таки эта женщина, которая тянула к вам руки? Вы ее знаете, скорее всего. Полное безмолвие. Я же вам сказала, полное будет безмолвие. Я попрошу потом, напишите под роликом все-таки, потому что не все умеют читать чат. Представлять никого не нужно. Я же не собираюсь вам всем. Вы неправильно поняли. Я не говорю, что вы должны что-то представлять кому-то или куда-то. Я провожу эксперименты отдельно с людьми. Астамир Балатов. Что написал Астамир Балатов? Давайте сейчас войду в форум с телефона, посмотрю. 801. Так. Да, метист это камень гекаты любимый, поэтому. Так, где, 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 где? Как вы относитесь к чеченцам? Пожалуйста, ответьте. Нормально отношусь, как к любой древней нации. Я изучала историю чеченцев и Дурдзукедии. У меня даже книга есть. Царь Саурмак. Нет, война Саурмак, царь Грузии. Так что отношусь вполне нормально. Между прочим, историю чеченцев написали. Армянские историки. Один из них был Мофсес Хоринаци, или Моисей Хоринский, если хотите, на русский лад. А второй историк и географ Анания Ширякаци, который сказал про страну Нухчимохк и так далее, и так далее. Так, так что отношусь нормально, только вопрос в чем был. Пожалуйста. Про темную фигуру я ее не видела, но ощутила присутствие плотно рядом. Да, это Натали. Далее Татьяна хотела разглядеть эту женщину, но вы сказали открыть глаза. Я действительно сердечница с недавних пор. Так вот, если бы можно было... Нет, я не все знаю, Хавзат, но то, что я обо всем очень много знаю, это пугало людей. Я помню, когда один раз привезли, значит, икону Казанской Божьей Матери в Волгоград. И одна из наших женщин, с которой я работала в школе, она сказала, ой, хочу пойти поклониться иконе Казанской Божьей Матери. Я говорю, это та самая икона, которая участвовала в боях против Золотой Орды, когда всю ночь София Палеолог что-то там делала. В общем, могичила и так далее, и так далее. Ночью женщина с ребёнком пришла к князю, ой, к хану и сказала, чтобы он убрался и не трогал Москву. И, собственно говоря, не поняла, кого там удалили. Баталов, если вы так боитесь вопросов, не задавайте тогда, чтобы потом со страху не удалять. Так вот, и Казанской Божьей Матери после этого была объявлена как бы спасительницей Руси и так далее, и так далее. И она, значит, вы удалили. Ну ладно, всё, я, ничего страшного. И, значит, на меня смотрит. Да, да, спрашивала. Я думала, это он сам удалил. Всё нормально. И на меня она посмотрела и такая говорит. Слушай, ты всё знаешь, что ли? Я уже тебя боюсь. Наверное, да. Есть чего бояться. Хабзат, вы будете участвовать в эксперименте? Или вы сегодня не одни, не сможете? Скорее всего. Момент неподходящий, чтобы участвовать. Так. Да, Яна долго не думает. Давайте ещё кое-кого посмотрим. Что такое? Да я знаю, что у вас момент неподходящий, иначе вы бы поучаствовали. Ну, ему вот захотелось, чтобы понять, как я отношусь к чеченцам. Ну, ты тоже, Яна, говоришь. Может, человек познакомиться хотел? Может, он хотел узнать, как я к ним отношусь, чтобы познакомиться? Откуда мы знаем, какие у него мысли были? Баталов, явись, что-нибудь напиши интересное. А то ты исчез. Нет, товарищи, пока, скажем так, ну, там принцев. Принцы нам очень нужны на белых ишаках. Как в том фильме. А лошадь сможешь достать? Нет, лошадь не смогу, но ишака могу. Тони Кей. Я по-прежнему хотела бы, чтобы вы всё-таки... А я по-прежнему считаю, что вы зря пришли сюда. Мой горячий привет вашей братве. Поэтому я, конечно, с вами эксперименты проводить не буду. Потому что тот, который страдает фигнёй, вы, может, забываете, но у вас постоянно ники одни и те же. Я вас помню. Тут даже, как вам сказать, ясновидение включать не нужно, чтобы вас видеть, понимаете? Потому что у вас одинаково типа ники, уважаемые. Поэтому вот такие дела. Давайте далее пойдём. Да, у нас Тони один был, если помните. Постоянно писал. Инга вот такая замечательная, замечательная. Потом написал. Ты завидуешь девчонкам, потому что они красавицы и так далее. Но он просто забыл, что он уже один раз был Тони. И второй раз пришёл. А у меня память прекрасная с детства. Вот, представляете? Такие дела. Не знаю, как вас зовут. Но вы очень сильно кое-кого напоминаете. Ладно, забыли. Так, смотрю. Следующее. Значит так, господа, товарищи. Следующий момент. Смотрю просто. Так, Максима мы не берём. Он ребёнок. Будет колбасить. И это хорошо. А теперь давайте следующее сделаем. Последнее. Вы, сидя перед экраном, просто сидите перед экраном, ничего не делая. Когда я буду читать кое-что, кое-кто проникнет в ваше жилище. Василий, вы хотите тоже почувствовать? Хорошо. У вас стакан воды дома найдётся? У вас, Татьяна, у вас пройдёт сердцем все проблемы. Вот после этого эксперимента у вас сердцем все проблемы пройдёт. И через месяц вы мне об этом скажете, что у вас больше нету. Вас никто ничем не облил. Я просто сказала, что ваш шник очень сильно напоминает кое-кого. Вот и всё. Вас же никто не оскорбляет, не унижает, не обзывает, не бьёт палками. Просто говорит, что очень сильно напоминает кое-кого. Нет так нет, ничего страшного. Ну, не обижайтесь сразу. Что ж вы так, такие обидчивые. Меня вон целый год, чего только со мной не сделали, ничего, я не обижаюсь. Я только радуюсь всему. Вот, так что ничего страшного. Так, господа, товарищи. Василий, вы на связи? Поставьте холодную воду. Я с вами ещё проведу. Нет, вам воду набирать не нужно. Я проведу с человеком, а потом просто кое-что ещё сделаю. И вы только не пугайтесь. Если есть пугливые, можете отойти из чата сразу. Это не сейчас, после. Так, дорогой наш Василий, где вы есть? Как в том фильме. Эх, Василий, Василий. Хороший мужик-то. Чё натворил? Отличные фильмы, правда? Да, может быть. А у него есть колодец, кстати. Я и завидую ему. У него огромный сад, прекрасное вообще хозяйство, красотень. Нет, нельзя присоединяться. Потому что я с одним человеком работаю. Я же не собираю колхоз весь и не отправляю в потусторонний мир. Так, Василий, садитесь, расслабьтесь. Тапок у вас не должно быть. Кстати, люди, которые побывали в потусторонних сферах в этом мире, да, в том мире, то есть, извиняюсь, у них страх исчезает напрочь. Они могут спокойно уже жить, идти вперёд, не переживая. Они знают, что на том свете не страшно. Итак, Василий, набрали воду, поставили перед собой, расслабили руки. Без тапок, босиком, закрывайте глаза и слушайте меня. Когда я вам скажу, тогда и откройте. Собственно, вы до этого и не сможете. Всё отлично, начали. Закрыли глаза. Итак. У вас сейчас пойдёт онемение ног. Руки будут гореть таким жаром, как будто укусили пчёлы. Они прям будут опухать ладони, подушки. Начинают гореть, но руки тяжёлые, вы их поднять не можете. Постепенно сердце быстрее бьётся. В солнечном сплетении начинается некий страх, паника. Не бойтесь. Будет ощущение погружения просто в воду, в водное пространство, словно в аквариум зашли. Всё, не пишите, Василий, ничего не пишите. Вы сидите и слушайте. Вы не пишите, вы в конце напишите. Вы сейчас сидите, закройте глаза. Конечно, у всех разное. У каждого своё видение потустороннего мира. У каждого свои потребности души, подсознания. Каждому другое нужно для того, чтобы привести в норму жизнь. Перед вами огромный-огромный сверкающий камень. Такого тёмно-бордового цвета. То отдаляется, то подходит. То отдаляется, то подходит. Глаза болят от этого. Пытайтесь разглядеть в этом камне. Это кристалл. Он прозрачный. Начинает белеть. Холод внутри. Голова отяжелела. Волосы зашевелились. Вы почувствовали запах детства. Хлеб свежий. Голоса из детства. Смех. Печка. Маленькая комната. Печь. Белая печь. Сено под печкой. Дети бегают. Женщина стоит. Женщина в длинном таком халате. Со строгим лицом. Волосы высоко убраны. Тёмный платок. Но она не ругается. Она что-то печёт. Она что-то готовит. А дети бегают вокруг стола. Оторвались от детства. Качели. Словно вас качает по воздуху. Туда-сюда. Обрывается дыхание. Тишина. Тихо. Все звуки заглохли. Посмотрите вперёд. Ромашковое поле. Большое-большое ромашковое поле. И там есть могила. Чья-то могила. Одинокая. Это человек, которого вы ищете давно. Вы хотите узнать, где его могила? Куда он пропал? Что с ним стало? Это его могила. Эксперименты с мёртвым я проведу завтра. Постараюсь. Всё оглохло. Земля. Земля. Большая земля. И ветер дует в лицо. Тёплый. Очень тёплый ветер. Сейчас увидели лето. Огромное-огромное поле. Тишина. Ничего. Никого нет. Вздыхайте аромат. Глубоко-глубоко вдохните это всё. Откройте глаза. Когда придёте в себя, скажете. С мёртвыми я могу провести, но... Но не сейчас. Я постараюсь провести завтра. Но учтите, это не весело. Вы будете задавать им вопросы мысленно. Они вам будут отвечать. Мне очень много. Если бы было много времени, Марина, я бы... Очень многое оставила миру. Но мне сколько позволено, столько я оставлю. Реветь не нужно. Им там намного лучше, чем нам с вами здесь. Это мы здесь мучаемся. Они освободились. Дорогие друзья. Нет, спиритический сеанс это иное. Это вызов. И когда спрашиваешь мёртвого через доску, через, скажем, маятник и так далее. А в этом случае вы сами их увидите и спросите. Нет, это не тревожит, Марина. Тревожит, если человек, не знающий, не понимающий, пытается их вызвать. Но если ты профессионал, то... Да, смерти нет, она права. Смерть это всего лишь продолжение вечной жизни. Она когда начала говорить со своим сыном, она когда начала с ним общаться, она жила. Она начала верить. Вот вы говорите, нашей жизни не позавидуешь. Человек, которая была богата, у неё сколько было подарков, у неё сколько было и золота, и бриллиантов, и отовсюду, и почёт. И везде её приглашали, везде её знали. Она, по сути, ну, наша жизнь у всех нас практически похожа. Подарки, почёт, драгоценности, всё такое. А что было в её жизни, кроме пустоты, кроме этой работы, кроме людей, которые шли, шли нескончаемым потоком. Она четверых детей потеряла, Ольга. У неё близнецы, которым она была беременна, родились мёртвыми. А потом она потеряла ребёнка усыновлённого и говорила, что этого мальчика Мишу убил её брат. Заказал, чтобы ему не осталось ничего. Она ещё говорила, что очень может быть, что её сына убили тоже, её родственники. Поэтому она отдалилась от всего мира. И следующий был её мальчик. То есть она четырёх детей потеряла. У меня тоже есть один нерождённый ребёнок. Я надеюсь, что этим закончится. Не будем об этом. Так вот, мы огромные жертвы даём, товарищи. Это не легко и не просто. Поэтому не надо говорить, что это дар, дар. Какой дар? Дар – это когда тебе дарят и ничего за это не берут. Так. Василий, мы вас ждём. Напишите свои ощущения. Нам интересно на самом деле. Что вы почувствовали? Да, более тяжёлого не бывает, хапсат. Но, видимо, они всегда дают жертву. Что-то дают. И никто нашу жизнь не поймёт. Все смотрят, видят эти все дорогие вещи и всё такое. Думают, мы такие счастливые женщины. Всё у нас хорошо и прекрасно. А мы такой ад проходим, что никакие дорогие вещи компенсировать не могут. Это всё. Эту душевную муку. Ну ладно. Забудем об этом. Не будем о грустном. Мы сильные люди. И всё преодолеваем. Потом мы относимся спокойно ко всему этому. Потому что мы, понимаете, как мы больше других видим потусторонний мир. Да, я тоже думаю. Мы видим потусторонний мир. Мы знаем, что нет смерти. Мы спокойно относимся к смерти. Мы не боимся умирать. В отличие от простых людей, у нас совершенно мудрое, спокойное, уравновешенное отношение ко всему. Ну, все стремятся быть ведьмами, Марина. Все ведьмами. Ведьмоболезнь у всех. Все хотят быть ведьмами, колдовать. Остальное ватсап? Хорошо. Только хотя бы здесь напишите просто, какие ощущения, чувства, и много ли из того, что я сказала, вы увидели для народа. А потом, естественно, мне напишите. Я не буду это показывать. Если не желаете, не буду. Только не бойтесь. Все хорошо. Зато сейчас у вас будет очень хорошее состояние. Когда женщины... Во-первых, начнем с того, что это дано. Это идет по роду. Хочешь, не хочешь, никуда не денешься. Тебя приведут и обязательно заставят. Во-вторых, хочу вам сказать, что женщины, которые называют себя ведьмами, у них появляется сразу не энергия ведьм, не сила, не знание, ничего. Судьба ведьмы. Сразу тебе дают. Прямо вот на, возьми мешок, тащи, пожалуйста, без проблем. И ты не знаешь, что с этим делать. У тебя нет ни знания, ни силы, ни опыта. Ничего нет. Ты остаешься в воздухе с этим мешком, понимаете? И тебе это, как бы вам сказать, дают тащить. Ну, а как еще заработать денег на дураках, если только вот школы видовские открывать и всех учить? Ну, в общем, ладно. Уже сто раз об этом сказано, уже столько раз об этом сказано, что это нереально уже, сколько можно говорить, да? Вот. Кстати говоря, забыла объявление очень интересное сделать для Писуя. Писуй, я тебе даю 5 миллионов, если ты проведешь такой же эфир и точно так же люди увидят то, что видят на моем эфире. Так что я тебе 5 миллионов готовлю уже. Нет, вообще 5 миллионов зачем так мелочиться? Давай сразу вот те 50 миллионов, которые мне этот Илья дал, я тебе передам. Да, да, да. Те 50 миллионов взяты у Ильи, я передаю тебе, если ты проведешь точно такой же прямой эфир и точно так же люди будут это чувствовать, видеть и тебе скажут. С таким же результатом. Вот. Я думаю, что это вполне справедливо, правильно? Ну, а что он заработает там между ними 3 миллиона. Два должен был мне отдать, три будет ему. Он вполне может себе телефон хороший купить. Даже позабоченный. Волшебный пендель – это как бонусные очки. Это от меня чисто подарок. Ой, не могу. Я помню, как эти... Вот эти все притворщицы наши, да, они так напоминают. Есть такой юмор. Если что, смотрите. Очень интересный. Горцы от ума. И вот там есть, значит, школа бомбит. Школа бомбит, девчонки. Нужно разговаривать вот так, вот так. И тут что-то кто-то ей позвонил. И она, значит, ты чисто вот сейчас держи. Я сейчас чисто над ней приколюсь. Я сейчас приеду. Ты смотри на эту. Я сейчас ее порву. Я сейчас приколюсь над ней. И потом раз... Девочки, а я сейчас поеду по делам. Вот. Ну вот что-то в этом роде. Вот напоминают мне эти школы бомбит, понимаете, которые такие... Ой, вы мои хорошие, красивые, умные люди. Как я вас люблю. Хорошо, хорошо, Василий. Все. Вот вы такие замечательные мои подписчики. А потом отдельно. Эй, вы шлюхи, шалавы, проститутки. Пошли нахер. Кому вы интересны и так далее. То есть, вот о чем, что означает лицемерие, да, шкурство. Здесь говорю одно, там говорю другое. Как она сказала, мой канал не помойка, чтобы там выкладывать ролики про тебя на моем канале. А значит, канал Алисы помойка получается. Потому что все ролики туда выложили. Значит, у нее помойка, я так понимаю. Она даже настолько тупая, что она даже не поняла, что ее этим унизили. Мой канал, говорит, не помойка. Поэтому я у Алиски все это выложу. Да, да, конечно. Писуй, это же... Писуй, моя икона. Я же у него все краду. Я же все его эти идеи украла, все его заговоры. Все краду, краду. Я вообще всех учу врать, воровать и сирот изводить. А первая сирота у нас Писуй, всесоюзный. Я его извожу. Идиоты. Так, дорогие друзья. Последнее сделаем с вами. Расслабились? Ничего страшного. Антракт тоже неплохо. Да, да, да. Решила я эти 50 миллионов передать Писую. Я боюсь, что эти 50 миллионов не знаю, куда потратить. Я лучше ему передам. Пусть он всем по серьге купит. Может, палясный тренажер подарит. Вот. Алину сводит к логопеду пару раз. Вдруг поможет. Да. Ну, Фиме, если там миллион десять дать, может, она там полгода воровать не будет. Всем будет полезно. И я буду счастлива. Сборище. Да, да, да. Писуй. Это ж надо, чтобы я ему какое имя приятное дала. Наш маг Писуй. Я не могу. Нет, я фанат Писуя. Как хотите, но Писуй мне нравится. Он меня всегда веселит. Особенно своими глифами, письками. У него все заговоры, ритуалы сводятся к этому делу. К приворотам геев, между геями и так далее, и так далее. Ну, Шнабак, наверное, может, что-то там... А вдруг ее в болоте утопили? На радость нам всем. Да нет, Шнабак, она просто сейчас у кошек роды начались. Она то роды принимает, то котов гоняет, которые к ее мейн-кунам приходят. Будет им счастье. Да, вот она сейчас занята очень. Мейн-кунами очень занята. Поэтому пока ей некогда, да. У него же там целый мейн-куновский двор. Да. А может, у них фамилия Троцкий у всех? Не знаете? А то они очень любят. Просто они очень похожи на Троцкого. Или, может, его дети. Таланты такие же, но трындеть. Все, дорогие друзья. Потому что она вонючая, Марина. Она вонючая кукушка, понимаешь? С ней никто не хочет связываться. Она подлая натура. Ей все равно, кого предавать. Ей все равно, кого оболгать. Ей все равно, про кого сочинить. Она столько всего насочинила. Настолько дерьма вылила. Настолько гадостей. Ей все равно. Ее самая близкая подруга, вот эта вот с отбитыми мозгами, вот эта Путин или как там ее, вот эта отмороженная шмара. Вот они очень похожи. Такие же завистливые, такие же конченые, такие же канилые на самом дне. И они просто очень похожи, нашли друг друга. Она просто дерьмовая, понимаете? Она вонючая. И с ней никто не хочет связываться, потому что к этому человеку нету доверия. Вот представьте, зачем жить на этом свете, если никто в тебя не верит. Если все уверены, что ты предашь в любую минуту, что ты сделаешь подлость в любую минуту, что ты любой голосовой разговор сольешь, любому человеку покажешь. Кто может с таким говном вообще дружить и кто хочет с такой тварью связываться? Это же не личность, это не человек. Человек, он должен иметь какие-то принципы, какие-то пределы. Эти люди на дне. Да, я тоже так думаю. Как могут люди жить? Вот два слова поговорили, тут же слить, тут же тому показать, тут же туда принести, тут же там записи выставить. Это не люди, понимаете? При первой же возможности этот человек все это выложит на всеобщее обозрение. Вы извините, конечно, я вас не спрашиваю, какое внимание к таким людям, для чего? Я просто общаюсь со своими зрителями, с девочками, которых давно знаю. Я не люблю, когда мне начинают давать советы. Почему такое внимание? Что за... Нет никакого внимания. Смеемся и забываем об этом. Если вы об этом не знаете, не в курсе, пожалуйста, придержите свои советы себе, хорошо? Я терпеть не могу людей, которые начинают. Не нужно, не нервничайте, не обращайте внимания, не тратьте время. Я вас не спрашиваю. Вот именно. Просто смеемся, вспоминаем. Это не внимание. Какое здесь внимание? Просто люди эгостичные, они пришли свое получить, да? Давай ты свое, давай эксперименты, давай сеанс ясновидения, о них не будем, ни о чем не будем, ты давай нам, не обращай ни на кого внимания. Своё получили, а потом ушли и забыли меня, и начали там тявкать, там лить дерьмо. Ну, это уже... Поэтому будьте так любезны. Если вам неприятно в этом форуме, и внимание слишком вам кажется, не находите здесь, вас никто не держит. Но мы не можем сутками говорить только о хорошем, о хорошем, о хорошем. Иногда можно и юмор, куда-нибудь пятиминутка, да? Нет, так нет. Кто вас заставляет здесь сидеть? Итак. Так. Сейчас, секунду. Что это такое? Ой, пропал чат. Секунду. Ну, если не знаете, тогда тем более. Не нужна. Так, 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 так. Я уже устала про них слушать. Устали слушать? Так и пошла нахер, если ты устала про них слушать. Пошла вон. Дверь закрой с той стороны. Иди там, сиди и слушай про них. Кто ты такая, чтобы мне указывать? О ком ты устала слушать? Про что ты? Пошла нахер, если ты устала слушать. Хорошо? Всё. До свидания. Дверь открыта. Можешь уматывать. Идти туда. Я не спрашиваю никого, о чём я буду говорить, о ком я буду шутить, что я буду говорить. Ты устала слушать? Пошла нахуй. Всё. И не слушай. Теперь приятно? Кто вы есть вообще, чтобы мне советы раздавать, о ком вы устали слушать, о ком вы не устали слушать? Это мой канал, это мой форум. Я здесь о чём хочу, о том и говорю. Если вам не нравится, если вам не нравится, вы можете идти туда. Вам нравится приходить, получать ответы на свои вопросы? Вам нравится пользоваться моими работами? Вам каждый день выкладывают работы, вам каждый день проводят прямые эфиры, отвечают на все ваши вопросы. Вы ещё будете мне возникать и какие-то ставить условия, о ком вы устали слушать, о ком вы не устали. Устала, говорю, иди нахуй. Всё. И вся усталость пройдёт. Всё, хватит. Я могу иногда говорить о чём-нибудь, посмеяться, разрядиться, потому что я не могу находиться вечно в магии, в ритуалах, в экспериментах и так далее, и так далее. Я понимаю, что вам это приятно. Я понимаю, что очень приятно, когда вы постоянно приходите, и у вас готовое всё есть. Человек вам столько дарит. Элементарное просто уважение. Говорю и говорю, значит, мне нужно говорить, значит, я хочу об этом говорить, значит, я превращаю в юмор вот всё говно, которое льётся на моё имя. Да, я успокаиваюсь, мне смешно, мне легко становится, и я дальше продолжаю работать. Нет, вы устали об этом слушать. А что я день и ночь об этом говорю? Вы, когда набираете Инга Хосройва на всём Ютубе, вы столько дерьма видите про меня. Я могу время от времени говорить об этом, что просто люди знали, о ком речь, про что речь, понимаете? Это моё имя. Я понимаю, что вам насрать. Там создали мой профиль, 3000 человек пришли, а потом начали загружать ролики с говном про меня. Но, когда я предупредила, там тоже написали, не надо об этом, зачем про них говорить, лучше ритуалы. Конечно, вам-то насрать. Там 3000 человек, которые она собрала, эта тварь, да, и, например, ролики мои были, а потом резко взяли и загрузили гадости про меня. Я должна нормально, спокойно относиться. Я и отношусь спокойно. Я и сказала, вы просто себя опозорили, вы никому ничего не сделали, но я должна предупредить людей, чтобы они поняли, что это не мой канал. Но кое-кто сказал, что не хочет слышать, не надо об этом говорить. Кто вы такие вообще, чтобы мне указывать, о чём вы говорите, о чём вы слушать не хотите. Я ещё раз говорю, кто не хочет слушать, может идти нахер, направляться прямо сейчас, с этой минуты. Маршрутка вас ждёт. Всё. Да мне плевать, что вы видите, кого вы куда посылаете. Вы не имеете никакого права мне указывать, с кем говорить, о чём говорить, про что говорить. Я здесь не говорю про них. Я смеюсь над ними. Я вообще смеюсь, разряжаю эту обстановку, потому что я сделаю очень сильные вещи, на которые очень мало кто способен. Но я не собираюсь играть в такую, знаете, брать на себя такую функцию, такой бой ведьмы, которая только в магии. О магии, о магии. Я простой человек. Я могу иногда и шутить, я могу иногда и говорить, я могу и обижаться, всё что угодно. Мне присущи все человеческие качества. И вы сидите у меня сейчас. Вот я устала слушать, устала слушать, отключила форум и пошла спать. Не сиди здесь. Никто же не держит вас. Но имей культуру, какое-то воспитание. О них особо-то никто и не говорит. Месяцами и годами, на самом деле. Абсолютно. Да мне плевать, я её выкину всё равно с форума, я её не буду допускать. Я же говорю, все сущности, которые приходят, пытаются мне понравиться, печатают, значит, ритуал. Между прочим, никто не просил ритуалы печатать. Я сто раз говорила, их набирать текст, Яна, с объяснением, как положено. И мы прекрасно знаем, в течение дня они будут, ничего страшного, никто никуда не бежит. Когда видят, что я это как бы не одобряю, всё, уже начинают показывать оскал. Да идите там, слушайте, мне как бы чихать. Если бы вы сейчас об этом не сказали, я бы так долго как раз о них бы и не говорила. всё. А теперь те, кто остались. Нет, ну, дело в том, что посмеемся мы, Яна, даже если я буду всерьез об этом говорить, даже если я буду о чём-то вообще говорить, да, это не имеет никакого значения. Я ещё раз повторяюсь, это мой форум, мой форум, это мой дом. Люди приходят ко мне в гости, я им помогаю, это всё даю, подсказываю. Мало того, мне ещё будут указывать, как мне себя здесь вести, как мне говорить, о чём мне говорить, что мне говорить и так далее, и так далее. Никто не имеет права на это. Я просто не притворяюсь, я такая, какая есть, с нормальным, достойным человеком. Я достойный человек, и я друг, и помощник, и всю жизнь буду помогать, и таких людей очень много. А если человек из себя строит, выпендривается, я очень легко и просто поставлю на место, потому что я не люблю, когда мне указывают, что делать и как сделать. Очень хорошо. Вот уже начали накручивать просмотры, поэтому если отключится прямой эфир, не удивляйтесь. Опять какие-то чмошники влезли сюда. Ну, наверное, это нашей Феми, сыночек, не дремлет, да? Привет, привет, дорогой друг, который мне говорил, Инга, вы так правильно все сказали, вы такая интересная женщина, вы хорошая женщина, вы так приятно с вами общаться, а теперь сидит, накручивает мне просмотры, лайки, дизлайки. Постеснялся бы, молодой человек, очень некрасиво себя ведешь. Я понимаю, что мать защищать нужно, но если мать не понимает, если она ведет себя глупо, то ты хотя бы должен быть умным человеком. Ну да, проснулись, они не спали. Не, просто Натали, просто разговор людей, моя мама тебя слушает, она подсела на ведьмину избу, она всегда тебя слушает, она говорит, такая умная, интересная женщина. Я даже помню, было сказано, да будут прокляты те, кто против Инги говорит, такая хорошая она, такой хороший человек, умный, как можно про нее плохое говорить, пусть они сдохнут. А теперь, вот, ты такая досекая, вам не стыдно вообще всем? Тьфу, стыдоба. Пожалуйста, мне предлагают о них не говорить, а тут зашли, подкрутили, накрутили и опять просмотры. Нет, я, конечно, рада, что вы крутите и просмотры. Спасибо большое, каждый мой ролик по 20-30 тысяч человек смотрят. Это же так приятно на самом деле. Но вы идиоты, я не знаю, кому вы что этим хотите доказать. Мира, я вам скажу честно, я грубый человек. То, что я перенесла, пережила в этой жизни и с такими силами, с которыми мне приходится работать, любой из вас был бы просто зверем. А я еще не потеряла веру в людей, я еще людям помогаю. Мне очень много сделали дерьма, говна, очень много сделали плохого, очень много сделали черного. Люди, которым я собственно ничего плохого не сделала, да. Поэтому не удивляйтесь, что если обливать твое имя дерьмом, то понятно дело, что ты откуда барашек азамат заблудился, иди к стаду просоединяйся. Вот. Поэтому понятное дело, что время от времени просто хочется юмором это все забыть и закрыть. И вот собственно я так и делаю. И я юморю, я же не сижу и говорю почему они такие, почему сякие. Объясняю, тип людей есть такой, понимаете. Так что не обращайте внимания, я не злобный человек, я просто могут меня вывести, и потом не знаешь какая сущность внутри меня может в этот момент быть. Не, не, не удаляй Натали. Не, ну это просто азаматушка тут перепутал стадо свое и не туда зашел. Бывает. Ну пускай накручивают, что они молодцы, хорошие, спасибо им большое, какие они молодцы. Ну идиотизм, то 155 человек, то 500 человек, то 92, то еще что-нибудь. Вокруг меня творится следующее, я из тех ведьм, у которых энергетика разрушения. Я разрушаю и плохое, я могу разрушить и жизнь моих врагов, я могу разрушить неудачи у людей, которые рядом со мной, я разрушитель. У меня энергия разрушения, понимаете. И если ко мне относиться хорошо, то у человека разрушается неудача, если плохо, то разрушается удача. В общем, вот так вот. Какая совесть, господи, солнце мое, успокойся, совести там не было никогда. Ау! Я, говорит, своей совесть, у меня совесть чиста, да, я своей совестью ни разу не пользовалась, поэтому она чистая, мытая, белая. Точно, дивлятый день луны. Наверное, Макарова воет. Я помню, когда интернет плохо работал, и у меня срывался прямой эфир, и Макарова сидела и писала, ой, это я срываю эфир, господи, дебилизм, шо сказать. Ну, вообще-то, она великая ведьма, она к березе подходит и говорит, хочу к предкам, и тут же пошла к предкам. Они все великие, только весь мир про них еще не узнала, так-то они круче, чем Ванга. Так, дорогие друзья, закончим на этом все. Да-да-да, старалась, не на шутки. Не знаю, может, она провалилась туда в дупло и подумала, что она к предкам пошла. Может, и такое. Ну, а как она к предкам туда очутилась? Наверное, только таким образом. Да, представляй, как она в дупло к белкам провалилась и думает, что это ее прадеды. Так. Угу. Ну, она как выпьет, она сразу у предки приходит к ней в виде белочек белых таких, пушистеньких. Ну, как это воет? Надо. Ну, да, у нас интересно, очень интересно в нашем королевстве. Итак. Хватит, не смешите. дайте мне с серьезными делами занято. А кого остановить? Они все остановлены. Кого остановить? Имейте ввиду. Ливень? Ливень я много раз останавливала. У меня есть видеоролики про это. Я и в прямом эфире останавливала, так что. Итак. Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, давайте сделаем напоследок следующее. Я сейчас прочитаю последний раз гимн Гекати. И каждый из вас дома почувствует холод могильный и чье-то присутствие. Это будет несколько секунд, потом исчезнет. Все готовы. Доброй доброй ночи. Итак, начнем. Вы просто сидите, ничего не делаете. можете переписываться. Но вы почувствуете могильный холод резко внизу на полу и чье-то присутствие. Итак, начнем. У матерь черной луны, ведьма среди богинь и богиня среди ведьм. Матерь колдовства и источник нашей силы, страшноликая могущественная повелительница. Сегодня я возношу тебе хвалу, сегодня я славлю тебя и говорю тебе авы, 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 геката тривия, прав вечным на своем черном троне. Пусть люди в домах, мертвые в преисподней, волки в лесах, свери в лобове своим скажут авы, 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 геката тривия, ведьма среди богиней, богиней всех ведьм, я сегодня соединяю все голоса воедино, да не иссякнет дар твоей мудрости для смертных, я одна из твоей свиты, целую подол твоего платья, кричу на всех перекрестках, авы, 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 геката тривия, славься в веках, богиня трехлейкая, геката матерь, то будет так. Кто почувствовал, напишите и на этом потихоньку попрощаемся. все молчат. оно пройдет, не переживайте, это не долго. В этот момент можете сразу да, гимн такой есть древний римский. Могли не почувствовать. Тут уже не отдельно с каждым, поэтому может трогать кто-то. Такой я тоже делаю эксперимент, как-нибудь сделаю. Уйдет, не переживай. Все уйдет. очень хорошо. Каждый по-своему почувствовал. Итак, дорогие друзья, я думаю, у вас, как Петросян сказал, непередаваемое ощущение на сегодняшний день. сегодня сегодня с вами закончим прямой эфир и встретимся с вами чуть позже, если я, конечно, если я, конечно, не буду очень уставшая. мужчина. Ну вот и вы почувствовали это хорошо. всем удачи, всех благ, спокойной ночи. Я побежала, товарищи, работать дальше. Спасибо, Натали. Всего хорошего. Да, балуй, балуй. Хочу, чтобы вы поняли, что такое мир магии, что такое херня. Херней на херне сидит и херней гоняет. такое тоже есть в нашем просторе ютубовском. Спасибо. Всем удачи. Усё. Усё.